Ее искали почти неделю. Беременную женщину таинственно похитили прямо из собственного дома. Оперативники уголовного розыска нашли пленницу в Мурино. История запутанная, но с хорошим финалом. Как злодей, которому жених украденной невесты денег якобы был должен, миллионы вымогал, Алексей Хосянов расскажет. История с исчезновением Олеси Косаревой началась здесь, в деревне Большие Колпаны Ленинградской области. В ночь на 2 октября девушка села в свой автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Позже на телефон ее гражданского мужа поступило сообщение с требованием о выкупе. 10 миллионов рублей такую сумму затребовал неизвестный. Существует другая версия, неофициальная. Как сообщил наш источник, девушку выкрали из частного дома, где она проживала вместе со своим спутником, местным предпринимателем Александром. Уже на следующий день, всего в полуторах километрах отсюда, нашлась машина пропавшей. Стояла без номеров, пустая. Светлая иномарка давно примелькалась местным. Я вот не запоминаю марку, а мне вот это 400. Красивый номер был. 400, да. Драматизм ситуации придавало положение пленнице. Девушка на приличном сроке беременности. С учетом всех обстоятельств, дело сперва возбудили по факту убийства. Не было ясно, жива ли Олеся Косарева. В переговоры вступил уголовный розыск. От лица жениха полицейские вели напряженную переписку с предполагаемым похитителем. Схватили его спустя 8 дней при передаче муляжа 10 миллионов. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что похитил потерпевшую из-за денежного долга ее сожителя. По данным следствия, подозреваемый перевез женщину в квартиру, расположенную во Вселожском районе Ленинградской области, где она пробыла до 10 октября 2021 года. На этих кадрах Олесю Косареву освобождают из плена. К приезду оперативников девушка сумела самостоятельно освободиться от веревок. Полицейских она горячо приветствовала с балкона своей однокомнатной тюрьмы. Дальше пошли эмоции. Я здесь неделю. Все нормально, все хорошо. Все, не переживай. Похищенная была невредима, но сильно напугана. Позже она призналась, похититель пытался изготавливать компромат. Принуждал позировать перед камерой. Я просто, он еще шантажирует твоих родителей. Все нормально, мы его задержали. Он у нас, мы из полиции, все хорошо, все замечательно. Сейчас приедет скорая, пойдет в больницу, родители твои подъявят. Мне не надо в больницу, я хочу в родителей. Вместо пленницы по скорой уехал обвиняемый в похищении Решат Ахметов. Меру пресечения в виде ареста ему избрали прямо в палате Ганщинской центральной районной больницы. Сейчас обвиняемый под охраной поправляет здоровье в отделении травматологии. После выписки он переедет в СИЗО. Известно о нем немного. Лет 50, приехал из Татарстана, судим. И якобы затаил обиду на жениха Олеси. Всю эту ситуацию мужчина не комментирует. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я представляю телеканал «Санкт-Петербург». Вы могли бы с нами пообщаться по ситуации? Нет, не могла. А почему? Без комментариев. Официальному следствию все вроде бы очевидно. Есть понятный мотив, а действия вполне укладываются в статью о похищении человека. Именно такое обвинение выдвинули следователи. Сейчас журналисты и общественность гадают, как предполагаемому преступнику удалось бесшумно и незаметно выкрасть из дома девушку. Разгадка должна быть на видеозаписях. Коттедж буквально увешан камерами. Близкие молодой пары тоже немногословны. Я ничего не знаю. Почему? Потому что я не в курсе дела. Ну а в курсе что, предпосылки какие были? Не знаю. Ребята, это вы спрашиваете следователя. Сейчас все участники этой истории дают показания, а некоторые даже сидят в соцсетях. Вот такую запись Олеся Косарева оставила до своего похищения. Бывшая бизнес-леди пишет, что хочет почувствовать себя слабой и хрупкой. Пост как пророчество драмы со счастливым финалом. Алексей Хосянов. Степень защиты.